Сегодня праздник отмечают люди, чей труд – это сплошная доброта. День социального работника – профессиональный праздник сотрудников, оказывающих социальную помощь. Среди них – работники реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медики, психологи, правоведы и пенсионный фонд. Праздник считают своим преподаватели, студенты учебных заведений, научные сотрудники, профилем которых является социальная сфера. Меня восхищает та форма, которую вы для себя определили, праздника. Я понимаю, надеюсь, что вечером это будет праздничный стол в семьях и корпоративные какие-то встречи, но то, что днем на спортивной площадке – это достойно уважения. Праздник по-спортивному, веселье, задор и хорошая погода. На стадионе собрались социальные работники Багучанского района, а также их родственники, друзья и партнеры, для того, чтобы побороться за переходящий кубок Спартакеады. С 2003 года по инициативе социальной защиты населения проводится такой спортивный праздник. Участники разделились на шесть команд и соревновались в эстафете, в которые вошли гонки по траве на деревянных лыжах, перетягивания каната, бобслей, гусеница. Кроме эстафеты соревновались в стрельбе из лука и силовых упражнениях. Для мужчин – гири, для женщин – отжимания. Это очень здорово, это прекрасно, это уже какой год мы проводим такие праздники. Я считаю, что это вообще сплочает людей. Во-первых, и очень прекрасно заниматься спортом. Отдыхаем со своими коллегами, заряжаемся эмоциями, хорошее настроение, обмениваемся опытом. В этом году особенностью Спартакеады стало включение в соревнования нового вида флорбол – хоккей с клюшкой на площадке, в котором развернулись настоящие баталии. Для детей развлечений тоже было достаточно. Центр семьи «Богучанский» приготовил целую развлекательную программу. Ребятишки ловили рыбок в импровизированном водоеме, делали фигурки из песка, а все желающие фотографировались в макете корабля, выполненном также специалистами центра. Ну и, конечно, чай, морс и угощения. Свежие булочки, которые испекли сами виновники праздника, понравились всем без исключения. Сегодня, как и в прошлые годы, нам повезло с погодой, с настроением. Вы видите, что на стадионе большой праздник, который мы постарались сделать не только для себя, но и для всех гостей, которые придут тоже разделить нашу радость и поздравить нас с этим праздником. И в завершении определились победители. В общекомандном зачете первое место завоевала команда управления социальной защитой населения, и им достался переходящий кубок. На втором месте команда дома-интерната из поселка Пинчуга, и на третьем – центр семьи «Богучанский». Также определили лучших спортсменов в социальной сфере. В индивидуальном зачете ими стали Николай Дягилев, Валентина Смирнова, Татьяна Баринова, Юлия Брюханова, Игорь Безруких и Евгений Прокопив. Все участники также получили заряд бодрости, хорошего настроения и спортивный опыт. Илья Липатов, Александр Черкашин, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», «Богучаны».